Привет! Сегодняшнее приключение пройдет в компании молодых ребят. Как и всегда, мы находимся в условиях зомби-апокалипсиса и задача как можно дольше выжить в окружении всех неблагоприятных условий. Начиная от голода и жажды и заканчивая смертельными встречами, появился каждый из нас в разных точках карты. И пока движение было одиночным, я появился в небольшом домике. И спустя малое время уже стало неспокойно. Меня навестили зомби. Настройки сервера меня очень сильно удивили. Вещей вокруг было очень много и сложность в добыче каких-то ресурсов очень сильно упала. Однако необходимость все же что-то добывать никуда не делась. Я потихоньку набирал в карманы себе добро. Разнообразное. Убивал ходячих и выживал припеваючи. Через некоторое время ребята все же решили собраться в одном месте и хост телепортировал всех. Этим местом оказался большой склад, где было море разных инструментов и материалов для строительства. На парковке было также несколько машин. Я был забит, поэтому попросил сбросить вещи куда-нибудь. Меня провели в маленькую комнату, где я все разложил. Немного спустя мы поехали на машинах по дороге в абсолютно неизвестном направлении. Стоял непросветный туман и двигаться стоило аккуратно, как казалось, но это не про меня. Я уехал куда-то подальше, а ребята свернули. По дороге мне встретилась большая толпа и полицейский патруль из двух машин. Справиться с таким количеством зомби у меня не очень хорошо получилось. Машина поломалась, а навыки точности оставляли желать, как всегда, лучшего. Неожиданно появился вертолет, который завис над ребятами. Он оказал мне супер-услугу, стянув на себя большинство зомби, тем самым освободив меня от лишнего махания топором. Я осмотрел багажники полицейских машин, взял свое сооружение, что мне показалось полезным, и утащил в ранее мною покинутую машину. Еле заведя и в процессе периодически глохнув, я кое-как доехал до базы. Товарищи уже скучали на базе, поэтому я решил их немного напрячь, приведя за собой немалую толпу зомби. С нами был новичок, который был абсолютный ноль. Это создавало забавные ситуации. Он голый и с дробовиком. О, кайф. О, кайф, отбелитель кайфовый, аж какая. Что, ты отбеливатель? Ты отбеливатель и попил? Да. Блядь. Ребята, спасайте. О, просто на першатке надеть. Каска надеть. А я могу убить. Нельзя сломать человека так, как ломают лошадь или собаку. Чем сильнее человека бьешь, тем больше он ожесточается. Чтобы сломать его волю, сломать дух, нужно сломать его разум. Люди думают, что можно сражаться с честью, что есть какой-то правильный способ убивать врагов. Это ерунда. Наркоз для совести. Нужно пережить настоящий ужас убийства, разрушить эту иллюзию. Показать им, как страшно убивать человека, а потом показать, что ты наслаждаешься этим. Ранить, затем добить раненого, сжечь, перерезать горло. Если разрушить их представление о том, что есть человек, станешь их личным чудовищем. Из коробки достань патроны. Ладно, не надо учить эту блюдь застрелить. Будет очень не смешно, скажем так. Да, ладно, давайте что-нибудь делать уже, а то мы... Да бейте выживших. Не надо, дядя. Не надо, дядя. Да. а а в городе дэнчик за четыре убитых зомби несколько убитых союзников ахахахахаха машины ахахахаха